Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Так, ой, одну секундочку, Александр, что-то я тут не доработал. Еще раз, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я тут не дожал одну кнопочку, поэтому с первого раза не получилось. Надеюсь, наши радиослушатели простят нам. Итак, начнем мы вот с чего. Чуть более недели назад Хизбалла обстреляла Израиль, последовала реакция администрации США. И вот какие выводы для себя сделают сателлиты Ирана, исходя из реакции США на это событие? Да, и США, и Израиля, на самом деле. И, конечно, мы говорили про этот обстрел, эту атаку, которая, в общем, такого не случалось уже очень много лет. И мы говорили о том, что при Натанияу как бы не могла произойти вся цепочка событий, которая привела к этому обстрелу. И, конечно же, точно не могло произойти то, что произошло дальше. Можно себе представить, что если бы тот же Беннет, тот же Либерман, например, находились в оппозиции, то если бы, не дай бог, Израиль не ответил бы на 20 ракет, которые выпустила Хизбалла по Израилю на территории Ливана, то они бы сейчас кричали о том, что Натанияу продал нас врагам, что он трус, что он нерешительный политик и так далее. Но вот в их смену, так сказать, Хизбалла обстреляла нас ракетами. Причем половину из этих ракет сбил железный купол. А железный купол — это дорогие антиракеты. И они включаются только тогда, когда вражеская ракета летит в какое-то важное место, то есть населенный пункт или армейскую базу, или какую-то стратегическую инфраструктуру. И вот это означает, что половина ракет Хизбаллы была нацелена на важные объекты израильские. Они были сбиты нашими антиракетами, но совершенно естественно казалось бы, что Израиль должен ответить на это. Но Израиль не ответит. И вот теперь вероятность того, что Хизбалла развяжет против Израиля большую войну, она очень серьезно возросла после этого ракетного обстрела израильской территории, которую устроили боевики Хизбаллы на прошлой неделе. Вообще говоря, Хизбалла осмелилась атаковать Израиль почти двумя десятками ракет, девятнадцать. Потому что, в общем, результаты майского нападения Хамаса на Израиль убедили главарей этого иранского иностранного легиона в Либане в высокой рентабельности агрессии против еврейского государства. Вот посмотрите. Три месяца назад Хамас нанес неспровоцированный ракетный удар по Израилю и одновременно активно подстрекал израильских мусульман погромом против евреев по всей стране. Израиль ответил на агрессию Хамаса точечными авиаударами по военной инфраструктуре террористов и по базам командования и контроля Хамаса. За эти кропотливые усилия по ограничению своих атак исключительно военными целями Израиль был осужден и заклеймен как расистское и незаконное государство демократами-прогрессистами в Конгрессе США, которые даже пригрозили ввести эмбарго на поставки американского оружия еврейскому государству. Обвинили, конечно же, Израиль в геноциде, в апартеиде и в преступлениях против человечности. Это Израиль, который защищал свое гражданское население от ракетных обстрелов террористов. Но и одновременно евреи в странах Запада, от Лос-Анджелеса и Нью-Йорка до Парижа и Лондона подверглись совершенно беспрецедентному уровню атак и нападений. А что Хамас? Хамас за свои труды получил и славу, и достаточно весомую оплату. После настоящего ракетного дождя, который обрушили террористы на Тель-Авив, международное сообщество во главе с администрацией Байдена пообещало выделить сектору газы сотни миллионов долларов в виде гуманитарной помощи. И на сегодняшний день Хамас получил обещание на сумму уже около миллиарда долларов. Эти деньги уже текут в сектор десятками миллионов. До своего нападения на Израиль Хамас переживал огромные финансовые трудности. Он растратил все свои ресурсы, разрушил гражданскую инфраструктуру сектора, по сути дела досуха выжил все, что мог из несчастных жителей Газа, которые живут под его безраздельной властью 2007 года. И вот теперь, благодаря своей последней абсолютно неоправданной агрессии против евреев, у Хамаса вновь есть экономические средства для поддержания власти и для продолжения террора. Понимаете? Короче говоря, для Хамаса и его иранских хозяев, ну и поддерживающих Хамас другой иранской марианетки, Хизбаллы, урок майского террористического экспромта отношения международной общественности, администрации Байдена к террористам и к Израилю, связывался к тому, что нападение на еврейское государство является наилучшим планом экономического развития. Бей евреев, получишь денег. По сути дела, это сделало ненужным и снятие с Ирана санкций, ветеранский режим может дальше спокойно вращать свои центрифуги. США и Европа все равно продолжат сфинансировать его террористическую инфраструктуру, которая против них же и на праве. И вот, подобно Хамасу, с тех пор, как Хизбалла захватила контроль над ливанским правительством в ходе выборов 2007 года и применение грубой военной силы в 2008 году, эта иранская группировка превратила то, что некогда была банковской столицей всего Ближнего Востока, в такую экономическую воронку, в такую смертельную ловушку. И Ливан объявил уже дефолт по кредитам, его инфраструктура полностью разрушена, его лира ливанская превратилась в мусор, который непрерывно теряет свою стоимость. Его жители голодают и живут без электричества, без топлива и без перспектив заработать себе на жизнь, без медикаментов, разумеется, и даже без воды. На прошлой неделе Хизбалла решила проверить в деле экономический план Хамас, ограниченный ракетным ударом по Израилю, пожелав узнать, так ли он эффективен. И это сработало. Всего-навсего каких-то 19 жалких ракет хватило главе Хизбалы Хасана Насрали, чтобы сорвать куш. Что за куш, я вам скажу. Несколько дней спустя ливанские СМИ сообщили, что администрация Байдена намерена передать 100 миллионов долларов министру здравоохранения Ливана, министерству здравоохранения Ливана, ну как бы для помощи по борьбе с пандемией коронавируса. Но примечательно, хотя этого в сообщении как раз не было указано, что именно Хизбалла контролирует министерство здравоохранения Ливана с 19-го года, понимаете? То есть они выстрелили по Израилю, и тут же администрация Байдена выделила 100 миллионов под контроль Хизбалы. Ведь там в чем проблема на самом деле. Ливан банкрот, государство объявилось, собственно, ливанского государства больше нет. Там полный развал и анар. И ливанские политики просят Международный валютный фонд «дайте денег», ну как обычно, и арабские страны тоже «дайте нам денег». А арабские страны, Международный валютный фонд говорят «нет, мы вам не дадим деньги, потому что у вас на деньгах сидит Хизбалла». И все, что мы вам дадим, пойдет не на восстановление ливанской экономики, а на то, чтобы подмять Ливан под Хизбаллу. А Хизбалла — это марионетки Ирана. То есть фактически присоединить Ливан вот к тому, сделать его частью экспансии иранской. И нам этого совершенно не нужно. Пока Хизбалла у вас в правительстве контролирует финансы и занимает самые такие серьезные финансовые министерства, мы вам денег не дадим. И вот приходит администрация Байдена, которая дает 100 миллионов одному из министерств под контрольной Хизбаллы. Прямо напрямую. Ну и ливанские вооруженные силы тоже должны получить усиление поддержки со стороны США после осуществленного Хизбаллой нападения. Американская администрация уже об этом сказала. И даже выступая перед Сенатом на прошлой неделе, Мире Резник, помощник заместителя государственного секретаря по региональным вопросам, она вообще сказала, что ливанские вооруженные силы являются одним из наших самых главных компонентов партнерских на Ближнем Востоке. То есть, понимаете, не израильская армия является главным союзником и партнером Америки на Ближнем Востоке, а ливанская армия. Ливанская армия, которую звать никак, и которая существует просто для проформы, потому что фактически она хранит тяжелое вооружение для Хизбаллы. Хизбалла пока не решается отобрать у нее танки и тяжелую артиллерию, потому что не знают еще, как проагируют соседи. И ливанская армия как бы их придерживает у себя, но по сути дела она является только предатком Хизбаллы, она ничего не может против Хизбаллы сделать. И вот это главный партнер новой администрации Бали. Ну хорошо. Но что касается правительства Израиля, то она не только фактически не отреагировала на беспричинную агрессию Хизбаллы, но более того и хуже того, израильское правительство новое присоединилось к США, громко выступая в поддержку и предоставлении экономической помощи Ливану, то есть этой иранской колонии, которой управляется Хизбаллом. Вот в ходе поездки по програничной зоне с Ливаном министр обороны ГАНС вновь заявила о своем желании финансово помочь Сатрапе и Хизбаллы, чтобы якобы не дать этой стране развалиться. То есть умные арабы говорят, мы вам денег не дадим, потому что это все Хизбалле пойдет, это не в интересах Ливана, это не в интересах как бы наши. А израильское правительство говорит, давайте дадим им побольше денег. Реакция США и Израиля на адресию Хизбаллы преподала террористам очень важный и невероятно опасный урок о том, как им следует продвигать свои интересы в будущем. Что касается администрации Байдена, Насрала понял, что политика США по умиротворению Ирана теперь распространяется и на иранских сателлитах. Президент США Джо Байден и его советники теперь считают, что ради удовлетворения иранских айтол именно США обязаны защищать Хизбаллу, да и Хамас тоже, от Израиля. Решение администрации сообщить арабским СМИ о том, что Израиль не ответил Хизбалле за агрессию именно под давлением США, не было случайности. Понимаете, они слили в арабские СМИ информацию, что Израиль, может, и хотел ответить Хизбалле, но мы, администрация Байдена, ему не разрешили. Администрация Байдена таким образом послала ясный сигнал Хизбалле и ее иранским хозяевам о том, что у тех есть теперь полная поддержка со стороны Вашингтона. Более того, команда Байдена как бы хотела убедиться и в том, что и ливанский народ несчастный, и суннитские арабские государства, которые вот при Трампе были нашими союзниками, которым тоже угрожает сейчас Иран, ясно поняли, что Вашингтон теперь на стороне террористов, марионеток Ирана, против Израиля и против других союзников США на Ближнем Востоке, объединенных Арабских Эмиратов, Саввастарави и так далее. Подчеркивая отказ Вашингтона рассматривать любую иную политику, помимо умиротворения ЕТО, на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена признает неготовность Ирана вернуться к ядерной сделке 2015 года. То есть как бы то, что режим ЕТО уже даже не собирается формально говорить о том, что он привержен этой сделке, которую они никогда не выполняли, конечно, но по крайней мере они говорили, что вот мы ее выполняли, а вот вы не хотите, так теперь они и говорят, мы ее выполнять ее не будем, но они и так не выполняют. Так вот, эта сделка требовала, чтобы Иран временно свернул некоторые из своих ядерных операций в обмен на массивную экономическую поддержку и фактически реинтеграцию в международную экономику. И вот, назначив террориста-убийцу Ибрахима Раиси президентом, режим ЕТО, в общем-то, совершенно ясно дал понять, что он не собирается отвечать взаимностям усилий США. И вот агентство Bloomberg сообщает, что вместо того, чтобы пересмотреть свое стремление к умиротворению ЕТО в свете новой реальности, прихода президента-радикала Раиси, администрация просто решила не требовать и террористского режима слишком много. Так же проще. То есть, раз они не соглашаются с нашими требованиями, мы просто попросим меньше. Мы не будем их обижать, конечно же. Не дай бог, мы же не Трамп. Теперь вместо облегчения санкций за возвращение к ядерным ограничениям, на которые режим якобы обязался в сделке 2015 года, администрация Байдена намерена предложить отмену некоторых санкций в обмен на некоторые ограничения, на некоторые виды ядерной деятельности. То есть вы хотя бы для формы, хотя бы скажите, что вы там немножко чего-то не будете делать, и мы вам тогда санкции отменим. Хотя бы это. И все это возвращает нас, конечно, к Израилю. Согласно сообщениям арабских СМИ, США потребовали от Израиля не реагировать на агрессию Хизбалы из-за опасения того, что серьезный ответный удар Израиля сделает Иран еще умение готовым возобновлять эти бессмысленные, на самом деле, переговоры с американцами. И решение Израиля уступить давлению Вашингтона показало Насрале, что, несмотря на навязчивую идею администрации Байдена умиротворить Иран любой ценой, очевидно противоречащую жизненным интересам Израиля, новое правительство в Иерусалиме не будет предпринимать никаких действий для защиты своей страны от Ирана или его ставленников без американского разрешения. Правда, само израильское правительство тут же опровергло это сообщение, но они сейчас все время опровергают. И все время наше правительство, горе правительства, клоунов, нелепых совершенно политиков, их все время ловят на каких-то вещах абсолютно неприемлемых. То есть волосы дыбом становятся, может, мы еще успеем об этом поговорить. Они начинают говорить, нет, такого не было. Вот просто врут, как дышат. И потом все равно им показывают, так вот же, так вот же. А нет, такого не было. Так вот, они, конечно, опровергли, что, мол, на них Америку Байден надавил, и они отказались от ответа. Но арабские СМИ совершенно обоснованно опровергли эти невнятные опровержения. Эти арабы, бывшие наши союзники, которые еще недавно при Трампе были нашими союзниками, они сейчас в ужасе. Они же надеялись, что Израиль, вместе с Израилем, они как-то будут защищаться и отбиваться от иранской экспансии. А теперь они видят, что и Америка их предала, и Израиль, собственно, тоже как бы полностью в русле одного американской политики. На сегодняшний день премьер-министр Нафталий Беннет и его старший партнер по коалиции, министр иностранных дел Ейрлопит вместе с Гансом, они полностью отказались от самостоятельной внешней политики и действуют строго в рамках отведенных им администрацией Байдена. В частности, они придерживаются политики без сюрпризов, так называемой, в отношении Ирана, которая дает Вашингтону право вето на все действия Израиля против иранской агрессии и его продвижения к ядерному потенциалу. Хуже того, Беннет полностью принял позицию администрации Байдена и в отношении Хамаса, и в более широком ключе к подходу в отношении всей палестинской автономии. Беннет поддержал гуманитарную помощь ГАЗ. То есть ГАЗу, который Заньял собирался, мы ее проковошматили, а теперь мы будем с ними договариваться, но на наших условиях. А теперь никаких наших условий, мы просто сдаем все позиции. Вот сегодня Израиль снял все ограничения фактически на ввоз, в том числе и тех материалов ГАЗу, которые могут быть использованы для террора, которые были запрещены раньше при правительстве Натаньял. Беннет убрал эти ограничения. И наоборот, Беннет позволяет выезжать из ГАЗа огромному количеству арабов, как бы работать в Израиле, продавать свои товары, то есть поддерживать их экономически. Для чего? И я уже не говорю о том, что политика умиротворения ГАЗа, которую Натаньял иногда сочетал, как политика кнута и пряника, подвергалась бешеной критике со стороны того же Беннета и Либерма. А теперь они это делают, как бы все то же самое, только в гораздо большем масштабе и без всех тех достижений, которые были у Натаньяла. То есть они критиковали Натаньяла. И часть их критики была, в общем, с правой точки зрения оправдана. Но теперь они делают все то же самое, все гораздо хуже, в гораздо большем масштабе. И при этом у них нет даже на 1% тех достоинств, тех достижений, которые были принадлежат. Так вот, Беннет поддержал гуманитарную помощь в ГАЗе. И, по словам израильского эксперта по арабским делам Йони Бен Минахэма, даже согласился предоставить палестинской автономии бюджетную помощь и таким образом подготовить почву для возобновления масштабной помощи автономии со стороны США. В чем тут фокус? Дело в том, что палестинская автономия Махмуда Аббаса продолжает выплачивать зарплаты за убийство евреев и другие теракты тем террористам, которые сидят в израильских тюрьмах. Ну или если террорист был уничтожен или взорвался, то его семья получает пенсию. Законных США и Израиля запрещают такую финансовую поддержку автономии до тех пор, пока она продолжает дать ей выплаты. То есть, ну ребята, это же логично. Мы вам даем деньги, а вы эти деньги перечисляете террористам, которые убивали евреев. И в свое время при Крампе и при Натаниялу это все прекратилось. То есть, либо-либо. Либо вы берете деньги, чтобы развивать какую-то свою инфраструктуру, либо вы платите террористам, тогда мы вам денег не даем. Но теперь ни Байдену, ни Беннету похоже то, что они платят террористам, нисколько не мешает. И вот Байден в Америке все-таки законы... В Израиле разделение властей гораздо меньше выражено, чем в Америке. Поэтому в каком-то смысле Беннету нарушить законы гораздо проще, чем Байден. Байден не может просто сейчас взять закон Тейлора Форса, который был принят, кстати, еще, мне кажется, до Трампа. И Байден даже его продвигал каким-то образом. Закон, который говорит, пока автономия платит террористам, мы денег не даем. Так вот теперь он не может просто как бы обойти этот закон, нарушить его. Но если Израиль начинает платить автономию, то Америка говорит, ну мы же не будем святее папы римского. Если Израиль дает деньги, так мы даем, потому что это важно, потому что это нужно. И вот Беннет бежит впереди паровоза и говорит, да, мы предоставим помощь палестинской автономии. Уже на днях Беннет перечислил 150 тысяч доз вакцины против коронавируса в автономию. Это дорогая вакцина Pfizer, которую Израиль оплатил, платил хорошими деньгами для своих граждан. Теперь это отдают в автономию. Зачем? Почему? Почему в таком количестве? Израильское правительство также уступило давлению США и Евросоюза, разрешив массовое арабское строительство в стратегически важной зоне СИ на территории Удей и Самарии. Также одновременно значительно ограничило строительство расположенных там еврейских населенных пунктов. Это же было вообще как бы флагманский проект права. Когда Беннет говорил, что вот Натаниял не строит в Удей и Самарии, или строит, но очень мало, ему говорят, так строить же, он говорит, нет, мало строить. Там еврейское, как бы еврейское воскресенье очень мало идет, а он разрешает арабам строить. И Беннет кричал и бегал, что нужно суверенитет в Удей и Самарии создавать. Вот Натаниял там что-то мутит, крутит, с Трампом что-то договаривается, не все забирает, нам, а только треть. А вот Беннет, он сразу все. И вот Беннет стал премьер-министром. И что он делал? Во-первых, он очень резко ограничил. То есть несколько месяцев не было никаких новых разрешений в Удей и Самарии. Ганс, будучи министром обороны, фактически отвечающий за эту ситуацию, он эти разрешения не давал. Ну вот теперь новое правительство. И вроде бы они наконец собрались, вроде бы они подписали разрешение, что евреи могут начинать с предства Удей и Самарии. Тут оказалось, что они выкинули две трети разрешений. Лично вычеркнул Беннет, около тысячи разрешений, потому что они тысячу еще и не оформили, осталось только тысячи. То есть тысячи разрешений, что такое тысяча разрешений? Это тысяча единиц жилья. Может быть, где-то комнату пристроить, где-то дом построить, где-то там что-то, в общем, какую-то мелочь изменить. И вот тысячи разрешений после восьми месяцев того, что не было вообще ничего, но за это они разрешают строить арабам на израильской территории. То есть Удей и Самария разделена на несколько областей А, Б и Ц, мы знаем. Есть А, которая полностью под контролем автономии, Б, которая тоже под контролем автономии, но там израильская армия туда входит и наводит порядок сама, и Ц, которая полностью под Израилем. Это израильская фактически территория. Это та территория, которую при Трампе и Натаньяу могла стать суверенной израильской территорией. и понятно что аббас махмуд аббас идет там стратегическое средством захватывает земли через с помощью чего с помощью евросоюза евросоюз вкладывает миллионы это строительство рабы строят там потом это наша земля то есть просто забирают у израиля землю год за годом и натаньял сдерживал это беннет пришел что он сделал первым делом он дал им разрешение дал легитимацию этому строительству то есть если до сих пор не стали незаконно теперь он дает им возможность построить там законно то есть охватить у нас эту землю на законных основаниях и одновременно запрещает евреям строить даже еврейский поселок это тот самый беннет который кричал что он на 10 процентов на 10 градусов правее самого правого правительства но это еще не все беннет согласился с администрацией байдена даже вопросы иерусалима столицы израиль он поддерживает так называемый компромисс компромисс кавычка конечно который был предложен верховным судом израиля по иску о еврейском имуществе столичном квартале шимана цадик шимана цадик он же шейх джарах там судебный процесс связан с попытками еврейских владельцев зданий в этом районе незаконно захваченных арабскими спортерами вернуть себе физический контроль над своей собственностью то есть там есть евреи у них есть дома эти дома куплены евреем они принадлежат евреем никто даже не спорит о том что это законно купленное имущество там находятся арабы которые не хотят населяться совершенно обычная ситуация вам казалось и что ходит полиция выкидывает скоттера и отдает это владельцам но нет это же иерусалим все очень все очень тонко все очень чувствительно и вот поддерживая скоттер администрация байдена евросоюз вообще требует чтобы права собственности грех были аннулированы и переданы нелегальным скоттером просто том основании что легальные владельцы евреи то есть по сути дела не говорят но если бы это были владельцы арабы и были бы спортер а раб то конечно рабов спортеров нужно было выгнать но поскольку спортера арабы владельцы евреи то нет это та часть иерусалима которая как бы израилу мы не признаем что на принадлежит изралю а поэтому частная собственность евреев они как бы отменяют ее, что ли? То есть они не могут сказать, что незаконно, потому что частная собственность остается частной собственностью, но они просто говорят, вы должны отказаться от этого. И вот Верховный суд предложил компромисс, компромисс снова в кавычках, разумеется, который не позволит еврейским владельцам восстановить контроль над своими зданиями, то есть это не компромисс никакой, и оставит арабских сквоттеров фактическими хозяевами помещений, но как бы вынудит сквоттеров признать, что евреи владеют зданием. Знаете, это похоже, как Карлсон в свое время говорил малышу и в сказке Астен Лингрен, «Малыш, купи у меня за пять эры большой палец моей ноги, большой палец моей ноги, он будет твой, но я буду с ним ходить, естественно, я тебе его не отдам, но он будет считаться твоим за пять эры, хочешь?» И вот примерно такой же компромисс предлагает Верховный суд владельцам еврейским этих самых зданий. И по сообщению новостей, вместо того, чтобы отклонить это аморальное предложение, которое дискриминирует законных владельцев просто на основании того, что они евреи, Беннек просит администрацию Байдена убедить сквоттеров принять предложение Верховного суда, понимаете? И вот, как и многие израильтяне, главарихи из Балы понимают, что если нынешнее правительство Израиля готово, соглашаясь с давлением США, ослабить свой суверенитет даже над Иерусалимом и нарушить собственные законы, чтобы финансировать автономию, продолжающую выплачивать зарплаты террористам и их семьям, если она готова дать проиранской администрации Байдена право бета на свои усилия по превращению Ирана в ядерную державу, то она определенно не предпримет никаких действий в Ливане без разрешения из Вашингтона, которое, разумеется, никогда получено не будет, но пока это администрация власти. Но главарихи из Балы после устроенной ими ракетной атаки смогли узнать еще кое-что из заявлений действий израильского правительства. Они поняли, что Беннет, Ганс и Лапид абсолютно не понимают политических реалий в Ливане, а потому их стратегия борьбы с Хизбалой, если такое когда-нибудь вообще случится, будет в Хизбалле только на руку. Почему? Источники Министерства обороны сообщили веб-сайту Breaking Defense о том, что, готовясь к следующим атакам Хизбаллы, Израиль подготовил список целей в Ливане, включая критически важную инфраструктуру, разрушение которой призвано как бы оказать давление, политическое давление на террористов. Но в том-то вся и штука, что мы могли уже убедиться в последней неделе, что Хизбалла неуязвима для политического давления, поскольку контролирует Ливан силой, она там диктатура. Ракеты были выпущены по Израилю мобильным ракетным отрядом Хизбаллы, который действовал из приграничной дружской деревни. И вот местные жители дружбы, возмущенные использованием своей деревни в качестве стартовой площадки против Израиля, атаковали ракетный расчет, захватили ракетную установку, задержали этих самых боевиков. Но уже через три дня вот эта самая расхваленная американская администрация, ливанская армия вместе с лидером ливанских друзов Джумбаллатом освободили боевиков и вернули ракетную установку полевым командирам Насрауны. Потому что нравится им это или нет, но Джумбаллат и ливанская армия признают, что они не готовы вступить в борьбу с Хизбаллой. Армия иранского террора слишком сильна. Хизбалла сильнее и ливанской армии, и всех друзов вместе взятых. И поэтому нападение на гражданскую инфраструктуру в Ливане с целью оказания политического давления к Хизбаллу, это примерно как, знаете, как вот сейчас Америка отбомбит какую-нибудь школу в Афганистане в назидание талибов. И в том и в другом случае террористам будет просто наплевать вообще. Ну и разумеется, даже если Израиль разрушит какую-нибудь инфраструктуру в Ливане, администрация Байдена просто немедленно протинансирует ее восстановление. Поэтому ничего не случится, но это будет стоить просто американским на голопутильщикам, несколько сот миллионов и все. В начале этой недели Раиси, новый президент Ирана, кровавый убийца Раиси, принимал в Тегеране главарей Хамаса и исламского джихада. И согласно сообщениям о встрече, ее целью стала активизация военного сотрудничества между Ираном и его марионеточными арабскими армиями Хизбаллу и Хамасом. И сообщается, что армия обороны Израиля уже исходит из предположения об одновременном нападении в следующей войне Хизбаллы с севера и Хамаса с юга. Нынешнее израильское правительство могло бы сделать одну очень важную вещь, которая могла бы уменьшить вероятность грядущей войны. Или хотя бы увеличить шансы на то, что если война такая действительно разразится, Израиль станет сильнее, а его враги слабее. Для этого израильское правительство должно было бы отменить свои обязательства перед Вашингтоном о политике без сюрприза, будучи готовым действовать в одностороннем порядке против Ирана и его сателлитов. Израильское правительство могло бы просто сообщить о том, что будет защищать права собственности евреев в Иерусалиме и объявить об отказе от плана администрации Байдена открыть посольство для паристинских арабов в столице еврейского государства. Подобные шаги могли бы изменить эту динамику, которую неумолимо несет сейчас Ближний Восток в очень большой, очень тяжелой войне. Сражаться и победить, в которой Израиль сейчас не готов просто с таким правительством, в котором сидит исламская партия, в которой левый держит банк, победить в такой войне Израиль не сможет. И, к сожалению, учитывая поведение нынешнего правительства, его темперамент, нет ни малейших оснований предполагать, что это действительно случится. И в заключение я хочу сказать еще, что сегодня буквально прислужба армии обороны Израиля сообщила один момент, как бы сообщила победные реляции, но, в общем, за этими победными реляциями, на самом деле, очень серьезный и важный момент. Дело в том, что в среду армия сообщила, что со стороны Газы влетел беспилотник, и Израиль его уничтожил. Но дело в том, что в тот же день такой же беспилотник, как стало известно сейчас, влетел и со стороны Хезбалы, и со стороны Ливана. И да, наша армия ввела эти беспилотники, как только они пересекли израильскую территорию, мы их благополучно уничтожили. Но представим себе, что ситуация будет, ну, это будет не по одному пробному беспилотнику из сектора Газы и Ливана, а, например, сто или тысяч. Насколько Израиль готов к такому развитию событий? Чтобы одновременно и сразу много. Но, к сожалению, мы, видимо, достаточно скоро по зрению в будущем нам придется проверять это в реальной ситуации. Сергей, спасибо. Спасибо, Александр. Буквально через несколько минут вернемся и продолжим сейчас рекламное объявление. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Я не знаю, давайте, наверное, мы перейдем к другой теме, а если будут вопросы, то если останется время. Или если сейчас, если у кого-то возникли вопросы по первому сегменту нашей программы, пожалуйста, 847-400-5200, если успеете набрать номер этого телефона, задать ваш вопрос, мы примем. Ну, а вообще хотелось бы теперь поговорить о том, какие данные были переданы в ЦРУ относительно нового президента Ирана. Ну, давайте примем звонки, а потом перейдем к следующей теме. Добрый день. Добрый день. Александр, у меня такой простой вопрос. С каждым годом усовершенствуется оружие у Хезбаллы, у палестинцев и так далее. Есть ли у вас какие-то институты, аналитики, которые прогнозируют на 10, на 20 лет вперед в этой ситуации, какое оружие будет у них? И мое мнение, если сейчас не покончен с ним, с каждым годом все труднее и труднее будет? Ну, ваше мнение абсолютно верно, я с ним абсолютно согласен. Чем быстрее мы разберемся с врагами, тем нам легче будет жить. Но, к сожалению, политика есть политика, и сегодня у Израиля политики совершенно иначе воспринимают ситуацию. Что касается исследований, да, я не раскрою вам секрет, если скажу, что при трех службах безопасности Израиля, существуют свои аналитические отделы, которые занимаются изучением как бы ближайшего будущего и стратегические вопросы исследуют тоже. Другое дело, что сегодня мы становимся свидетелями очень интересного противостояния, когда со стороны наших врагов, особенно, допустим, того же Хамаса в Газе, уровень атак становится все более и более примитивным, уровень ответа на эти атаки все более продвинутым. То есть ракеты, которые использует Хамас сегодня в массе своей, это буквально железные болванки, которые просто летят в сторону Израиля. У них есть, безусловно, и самопальные ракеты по типу, сделанные по иранскому, китайскому образцу. Есть большие тяжелые ракеты, гораздо более серьезные, но, в общем-то, они стреляют массово таким очень дешевым оружием. Израиль сбивает его с помощью достаточно дорогих антиракет-железных кукол. Они поджигают нам леса с помощью буквально зажигалки, свечки, ну, не свечки, конечно, и воздушного шарика. Мы сейчас, так сказать, готовы сбивать это все с помощью лазера, поставленного на беспилотник. То есть что они в следующий раз придумают? Что-нибудь еще более простое. И это, конечно, не потому, что у них технологий нет, а потому что они могут, потому что в любой нормальной ситуации уничтожается враг, и он уже не может ничего сделать. А Израиль пытается все время быть гуманным. Почему пытается? Потому что это не главный наш фронт. Мы об этом много раз говорили. Наш главный фронт — это общественное мнение на Западе. И как только мы, даже когда мы ведем войну и ограничиваемся только военными целями, и отвечаем на фактически абсолютно неспровоцированное, то есть абсолютно неоправданное нападение Хамаса, в итоге ваши демократы, прорисисты нас называют расистами и обвиняют в преступлениях против человечества. Это нас-то, которые защищали своих гражданских от ракетных ударов в Хамас и стреляли только по воевикам Хамаса. Поэтому главный фронт не оружие, а главный фронт, конечно, проходит в работе с общественным мнением, которое сейчас в руках у наших фронтов. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Теремия Затланта. Хотела спросить у Александра. Я просто, может, не в курсе, а когда и при каких условиях могут быть следующие выборы? То есть я так понимаю, что остановить это сегодняшнее правительство можно только перевыборами другого выхода? Я так не вижу. Спасибо. Да, значит, пока эта коалиция существует, то, по меньшей мере, они будут четыре года. Через четыре года будут выборы. Могут ли быть выборы раньше? Теоретически возможно, если эта коалиция развалится. Но пока что все составляющие эту коалицию, они как бы скреплены общим страхом. Вот вы знаете, как есть такая пословица, что самое страшное, когда сидишь на мчащемся тигре. Это когда тигры начинают останавливаться. То есть они уже сейчас понимают, что ненависть общества к ним начинает нарастать. Что все, за что они берутся, они делают не так и неправильно. Они критиковали Натанияу, и они иногда не попадали даже. Они говорили о вещах, которые действительно, в которых можно было критиковать Натаниалу. Но все, что они делают, в тысячу раз хуже, чем это было у Натаниалу, и никаких достоинств, которые были у Натаниалу, у них даже в помине нет. Поэтому им очень невыгодно сейчас разваливать свою коалицию, они это прекрасно понимают. Один из моментов, по мнению экспертов политических, что вот когда будет принимать осенью, в сентябре, в октябре бюджет, если бюджет не будет принят, то правительство развалится, мы пойдем на вывод. Но я пока не вижу ситуацию, при которой эта коалиция не примет бюджет. То есть они просто раздадут еще больше подарков бедуинам и каким-нибудь еще группам, которые будут требовать денег за счет, разумеется, израильских налогоплательщиков. И они нашу экономику, так сказать, отправляют в ту воронку, в которой сейчас бороствуются остальные страны Ближнего Востока. Но при этом они примут этот бюджет. И что еще может заставить их развалиться, пока я не скажу, не знаю. В свое время, кстати, ну подождем, посмотрим, пройдем этап с бюджетом, и там будем смотреть, чтобы пока что я достаточно пессимистичен, я не вижу возможности избавиться от этого правительства в ближайшем цепи. Да, да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот израильская разведка видит, где находятся эти склады, особенно ракеты дальнего действия, которые уже могут долететь до севера Израиля и так далее. Есть ли у них данные у разведки, что при необходимости можно разбомбить именно склады эти с ракетами? Или они каждый раз очень мобильные, эти склады, и точно все равно Израиль не может знать? Вот такой вопрос. Если вы имеете в виду о том, где хранит Хамас в секторе газа свое оружие, то да, у израильской разведки есть достаточно точные данные, и мы видели во время последней вот этой войны три месяца назад, что Израиль уничтожал значительную часть этих складов и передвижных установок очень точно. Другое дело, что большинство этих складов, этих помещений, находятся под детскими садами, под больницами, под большими живыми массивами, и Израиль, зная, что это все там находится, не стреляет. Даже когда они просто выкатывают свою установку и бьют по Израилю ракетами из живого массива или с территории больницы, или с территории детского сада, как школы какой-то, Израиль не отвечает, потому что они знают, что это будет использовано вашими демократами-прогрессистами против Израиля, и как бы ущерб, который будет нанесен репутацией Израиля, он больше, чем тот ущерб, который наносят эти ракеты, обстреливающие Израиль. Если вы говорите о складах ракет Хизбаллы, то там их гораздо больше. Фактически у Хизбаллы сегодня ракет больше, чем у всей Западной Европы вместе взятой. Речь идет больше, чем о 150 тысячах ракет, которые могут закрыть всю территорию Израиля. Израиль примерно представляет себе, где находится часть этих складов. Не все, потому что, скажем так, разведданные о Хамасе у нас лучше, чем разведданные о Хизбалле. И точно так же, как с Хамасом, часть находится под гражданскими инфраструктурами, под больницами, под какими-то центрами населения. И Израиль не может позволить себе нанести по ним удар превентивный, поскольку, опять же, это будет черевато колоссальным скандалом и обвинениями Израиля во всех преступлениях против человечности. Другое дело, что в свое время при Натаньяу Израиль сказал Ливану, что, ребята, мы знаем, где это все находится. И поскольку вы не Хамас, вы стреляете... Если начнется война, вы будете стрелять не железными болванками, а там речь идет о больших иранских серьезных ракетах, то нам будет плевать на нашу репутацию, чтобы остаться живыми, мы уничтожим во все. И это значит, что Ливан уйдет в каменный ритм. И все знают, что когда Натаньяу это говорит, он отвечает за свои слова. Беннет этого не говорит, но даже если он это скажет, то, скорее всего, он просто не поверит, потому что Беннет и Лапид расписались и сообщили, что они не сделают ничего без разрешения Вашингтонского обкома. Ну а Вашингтонский обком, как мы знаем, сейчас на стороне Ирана и не позволит Беннету защищать Израиль. Сергей. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, вот сейчас ваше правительство раздает арабам, как вы отметили, все, что они требуют, арабы в смысле. А вот если, предположим, в скором будущем Натанья или Ликут вернутся к УАСе, то смогут ли они приостановить вот эту раздачу этих денег и позволили ли международное сообщество и в том числе наша демократическая партия им этого сделать? Спасибо. Сложный вопрос. Во-первых, как я уже сказал, я пока не вижу ситуации, при которой Натанья у так легко может вернуться, потому что у них есть коалиция, которая скреплена страхом и кровью. Что касается, что можно спасти в отношении внутри Израиля, то есть что касается иудей и самарий, то там необратимо. То, что арабы сейчас застраивают, застраивают они примерно со скоростью, кстати, они отбирают по 1% в год, и сейчас у них находится уже 60% людей из Самарии в их руках фактически. У нас остается только треть, эта треть быстро сокращается. Что касается Негива и Галилеи, там ситуация может быть обратима. Почему? Потому что да, туда сейчас вот этому клану Мансура Аббаса, являющемуся частью коалиции, перечислены какие-то бешеные деньги, просто фантастические деньги. Но, безусловно, часть этих денег будет просто разворована и распределена между приближенными. Часть этих денег пойдет на инфраструктуру, на прокладку дорог, развитие городов. Это израильские города и израильские дороги. И фактически наша проблема с бедуинами, например, в Галилее и в Негере, не в том, что они там есть. То есть то, что они есть, тоже проблема. Но они граждане Израиля. И если они будут лояльны к правительству, то есть если они признают суверенитет Израиля, то проблемы не будет. Поэтому, если при новом правительстве их автономия, их вольница казахская будет отменена, и они поймут или объяснят силой, военной силой или полицейской силой, что это часть Израиля, то с этим все будет нормально. Безусловно, ваши коммунисты, ваши марксисты, ислама-нацисты будут очень верещать. Но мы видели, что при Натанияу можно было проводить независимую политику израильскую. Проблема, что это правительство, наше новое, независимую политику проводить не хочет. Оно готово все отдать. Вашингтонскому оптому, как вы скажете, господа, так мы и сделаем. Вот в этом самое главное наше проблему сейчас. Спасибо, Александр. Но вообще мы наметили еще там как бы три подтемы. А в целом о Ближнем Востоке, о том, что происходит, какова атмосфера, чего ожидать. Потом о досье на нового президента Ирана, ну и о принципе, который позволяет мусульманам лгать своим потенциальным врагам. Но давайте что-то одно, может быть, если успеем, у нас остается буквально там шесть минут времени. Ну давайте я скажу действительно, когда на этой неделе глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Израиль. И его коллега, глава израильской внешней разведки МОСАД, передал ему досье Раиси. То есть досье, собранное сотрудниками МОСАДа на нынешнего нового президента Ирана, Ибрахима Раиси. Там и личное дело, и оценка как бы поведенческая. И согласно содержащейся в досье информации, ну то, что утекла в прессу. Раиси — это крайне жестокий человек. Ну, собственно, для этого не нужно было досье МОСАДа, мы все это знаем прекрасно. Он несет прямую ответственность за гибель тысяч противников режима Айатова в Иране, что, так сказать, может быть менее известно, что согласно собранной информации, которая основывается на показаниях свидетелей, на разведданных и как бы анализе, Раиси — садист, он получает удовольствие от этих убийств. Но кроме того, Раиси, по оценкам МОСАДа, человек с пограничным психическим расстройством. То есть он не сумасшедший, но близок к этому. И поэтому большая вероятность того, что подписать с ним ядерное соглашение будет сложной. Но куда важнее то, что по оценкам МОСАДа, даже если он его подпишет, сомнительно, что он станет выполнять взятые на себя обязательства. Честно говоря, мы с вами, не находясь в МОСАДе, тоже прекрасно это понимаем, что они и раньше подписывали соглашение с Обамой, не собирались его выполнять и не выполняли. Но теперь МОСАД пытается как-то повлиять. Понимаете, Израиль состоит из разных групп. То есть есть Беннет и Лапид, которые сказали Вашингтонскому обкому, вот как вы скажете, так мы и сделаем. Чего изволитесь? В МОСАДе немножко другая команда. И они понимают, что все очень плохо, и все становится с каждым днем все очень хуже. И они пытаются повлиять по своим каналам, то есть через своих коллег в ЦРУ. Вот они дают им тассе и говорят, посмотрите, почитайте. Вот вы собираетесь с ним подписать ядерное соглашение, он патологически уже садист и убийца. Он может вам все что угодно подмахнуть, он даже не подумает выполнять это. Ребята, опомнитесь. То есть это как бы через голову правительства Израиля пытаются как-то повлиять на американские структуры. Но зная, что Бернс назначенец Байдена, администрации Байдена, конечно, трудно предложить, что это как-то повлияет на ситуацию. И тем не менее мы видим, что внутри Израиля есть еще силы, внутри службы безопасности, которые как-то пытаются повлиять. И вот Натаньяо, кстати, сейчас якобы отправился в отпуск, но он вроде как не в правительстве, может себе позволить на конец отпуск, отправляется он в Америку. И надо понимать, надо полагать, что его поездка в Америку, это вовсе не отдых и развлечение, это тоже попытка через тех людей, с которыми у него за связки остались, как-то попытаться изменить ситуацию с тем, что происходит в отношении США и Ирана, где администрация Байдена полностью просто начинает поддерживать Иран по всем вопросам, со всеми его сателлитами, в том числе с Балой и Хамасом, против Израиля, против Саудовской Айрани, против Оибирных Арабских Эмиран. И все это, конечно, ведет нас на прямую большую и очень тяжелой войне, в которой, так сказать, Израилю будет очень сложно, ну, про победить я не говорю, выжить. То есть мы, безусловно, победим, другого просто быть не может. Но какова цена будет этого выживания, это большой вопрос. Сергей, я думаю, что остальные темы нам придется просто вернуться к ним на следующей неделе, потому что вряд ли мы сейчас успеем разобраться в этом. Ну и, конечно, еще одна тема, если у нас буквально полторы-две минуты, то это то, что происходит в Афганистане. То есть в Афганистане действительно ведь Трамп пообещал, что он вернет американских военных из Ближнего Востока и Средней Азии, и американские военные начали покидать Афганистан. Но то, что при Трампе выглядело, как действительно уход американской армии, при Байдене превратилось в такое, как бы, скорее бегство. Американская армия уходит, оставляя просто все, включая тяжелую технику, аэродромы, инфраструктуру, как бы на афганское правительство, которого на самом деле не существует. То есть оно не может в своих руках удержать все. И вот сегодня мы уже говорим о том, что Талибан в течение 30-60 дней возьмут Афганистан снова под свой контроль. То есть они и так уже контролируют большую часть Афганистана, но остатки еще сопротивляются, они подавят это сопротивление в течение двух месяцев максимум. И у них в руках будут и тяжелые артиллерии, и авиация, и все остальное. Вопрос, следует ли нам в Израиле по этому поводу переживать. На мой взгляд, не стоит нам по этому поводу переживать. Кому следует переживать, это Иран. Потому что Талибан — это суннитская радикальная организация. И для них Израиль — это где-то далеко. А вот шиитский Иран — такой же радикальный, но шиитский. Это для них гораздо ближе и понятнее. И поэтому я думаю, что сейчас от того, что Америка бросила афганское правительство на произвол судьбы, вывела оттуда свои войска, и просто бежит фактически, и это бегство сопровождается как-то захватом Афганистана талибами, это больше всего напрягает парадоксальным образом именно Иран. И это может быть самый главный фактор, скажем, против Ирана, который, желая того или не желая, администрация Байдена разворачивает средний адрес. Сергей. Спасибо огромное, Александр. И до встречи в следующий раз. В следующий раз. Субтитры подогнал «Симон»